Не поменял резину, заплати штраф. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение о разработке специального законопроекта, который бы обязывал водителей с наступлением зимы менять летнюю резину на зимнюю. И такой законопроект, одним из разработчиков которого является сенатор от Ненецкого округа, уже внесен на рассмотрение Государственной Думы. Необходимость принятия документа диктуют многочисленные аварии на дорогах в период межсезонья. Нашему корреспонденту Любови Пермяковой, работая над материалом на эту тему, даже не пришлось искать героя. Выехав на съемку, герой на летней резине нашелся сам. Колеса выверни, попробуй чуть назад. Сегодня этой автоледи не повезло. Утро началось с аварии. И все потому, что девушка не успела поменять летнюю резину на зимнюю. В этом дорожно-транспортном происшествии обошлось без травмы жертв. Но, по словам сотрудников дорожной инспекции, все могло быть гораздо хуже. За 9 месяцев текущего года на территории Ненецкого автономного округа произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Большая часть дорожно-транспортных происшествий приходится на период межсезонья, когда температура сильно колеблется. Как показывает практика, даже при температуре ниже 5 градусов летняя резина теряет свои сцепные и тормозные свойства. Шины дубеют. Поэтому во избежание несчастного случая лучше всего поменять резину. Тем более, что это дело не хлопотное и недорогое. Ну, на машину в среднем уходит минут 40. То есть, полный комплект. Ну, то есть, я снимаю с машины, монтаж, балансировка и ставлю обратно. Выпал первый снег, и люди начали записываться. То есть, ну, заранее записываются некоторые, звонят, визиточку даю, записываются и стоят на очередь. А сколько в день было примерно? Ну, примерно, может, 30 в день. То есть, с 8 утра и до позднего вечера. Ну, сейчас активность спала, то есть, ну, ноги поменяли, некоторые ждут шины еще, допустим. Чтобы автолюбители не подвергали опасности себя и других участников дорожного движения, группа сенаторов и депутатов Госдумы предложила штрафовать водителей, не поменявших резину на зимнюю с приходом холодов. Но пока эта инициатива законодательно не закреплена, дабы ускорить процесс принятия документа, сенатор от Ненецкого округа Вадим Тюльпанов обратился к первому вице-премьеру России Игорю Шувалову, чтобы правительство посодействовало в решении данного вопроса. Документ получил положительный отзыв правительства Российской Федерации. Также за принятие законопроекта высказали 48 регионов. Наше упущение то, что законопроект о внесении изменений в кодекс до сих пор не был рассмотрен Нижней Палатой Российского парламента в первом чтении. В случае принятия законопроекта административный штраф за несезонные шины в зимнее время будет составлять до 2000 рублей. Принятие данного законопроекта на федеральном уровне даст регионам право корректировать временные рамки зимнего сезона в зависимости от климатических условий. И, следовательно, право выписывать штрафы тем водителям, которые не переобули своих железных коней по сезону.